приветствую друзья один из самых часто задаваемых вопросов при покупке своего первого стартового пакета в star citizen это какой корабль выбрать мустанг или аврору сегодня мы с вами рассмотрим первый из них мустанг альфа от consolidated outland а в конце видео не забудьте подписаться на мой канал и поставить палец вверх корабли серии мустанг стали личным венцом творения сайлоса койернера президента компании consolidated outland это чрезвычайно стильные космические корабли для производства которых используются очень легкие сплавы позволяющие довести коэффициент мощности двигателей до максимальных значений нового ущерб безопасности пилота модель альфа заняла нижнюю ступень в линейке мустангов и по праву считается одним из лучших и самых доступных кораблей для начинающих космических путешественников а недавний реворг серии добавил мустангу небольшой багажник для перевозки мелких грузов чего ранее он был лишён внешне очень необычный стильный мустанг разительно отличается от продукции других компаний складной дизайн крыла делает его и без того небольшой 20 метровый похожий на воробья корпус еще более компактным шасси выполненные в виде авиационных колес вероятно в будущем позволит садиться на длинные посадочные полосы уже упомянутое багажное отделение можно открыть с внешней стороны в задней части корабля к сожалению на момент обновления 35 она не функциональный не позволяет положить в него какой-либо груз поэтому выполнять контракты на доставку посылок с этим кораблем будет затруднительно но это обязательно исправить будущих обновлениях что же касается внутренних помещений то в отличие от более старших моделей линейки мустанг альфа обладает только пилотской кабиной в нем не нашлось пространство для отдыха и досуга пилота однако широкий панорамный колпак кабины достоинство всех мустангов никуда не делся а приборная панель выполненная в виде большого монолитного дисплея остается уникальной отличительной чертой разработок сайлоса койернера ходовая часть мустанга тоже не отстает облегченный корпус позволил выжать все соки из настолько малых дешевых двигателей за такую скромную цену мустанг альфа может развить до 1160 метров в секунду в круизе а в маневренности не уступит более дорогим представителям своего класса и конечно по этим параметрам мустанг значительно опередит ближайшего конкурента аврору от роберт спейс индустриц что касается дальних путешествий то здесь мустанг такой же прытью похвастаться не сможет квантом драйв раш находится далеко не на верхних строчках рейтингов хотя и не является самым худшим вариантом за секунду он пройдет 44 тысячи километров от элисара до херстена прыгнет за 12 минут до арккорпа почти за 16 и конечно обязательно перегреется по пути так что следите за приборами в бою творение сайлоса вновь показывает себя с лучшей стороны комбинация маневренности и удачно расположенное вооружение дают ему определенные преимущества в мустанг смогли уместить целую турель с креплениями на два орудия второго размера стандартной комплектации корабль поставляется с двумя лазерными орудиями м4а от биринг и так как это турель то орудия не потребуют установки подвесок для их подвижности а вот для ракет в мустанге места не нашлось впрочем гражданские корабли такого класса вряд ли смогут когда-нибудь нести на себе хоть сколько-то стоящее ракетное оружие так что пушки здесь скорее для сдерживания противника а не для нападения сравнивая аврору от роберт space industries и мустанг альфа от consolidated outland могу сказать что на мой взгляд именно мустанг является наиболее удачным вариантом для вашего первого полета конечно в нем нет минимальных удобств вроде кровати и внутреннего помещения как в авроре но он быстрее у него более удачная конфигурация начального оборудования и он гораздо стильнее своего ближайшего конкурента да и кто станет торговать на таких крутых кораблях так что если вы столкнулись с проблемой выбора своего первенца смело выбирайте мустанг вы об этом не пожалеете не забудьте подписаться на канал поставить палец вверх и написать комментарий под видео внизу найдете полезные ссылки на регистрацию star citizen с подарком виде игровой валюты на мой дискорд сервер и на страницу поддержки моих видео и трансляций спасибо что смотрели и увидимся во вселенной star citizen